Мужчина задержали на 72 часа по подозрению в изнасиловании 14-летний несовершеннолетний, сообщает генеральная прокуратура, а полиция сообщает, что после того, как над ней надругались, подросток встретила на улице приятеля и рассказала случившимся, а тот обратился в правоохранительные органы. Пострадавшие оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали. Происшествие произошло во вторник в Сен-Жирейском районе. Генеральная прокуратура сообщает в опубликованном пресс-релизе, что некий мужчина заманил несовершеннолетнюю в свой дом, где предположительно принуждал к половому акту против ее воли. Установлено, что после изнасилования преступник незаконно удерживал девочку в своем доме в одном из населенных пунктов Сен-Жирейского района, где она находилась около 15-20 минут, после чего подозреваемый отпустил потерпевшую, и она ушла домой одна. Сейчас мужчина находится под следствием по подозрению в изнасиловании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетней и незаконном лишении ее свободы. В то время как прокуратура объявляет только об одном фигуранте этого дела, полиция сообщает, что подозреваемых может быть больше. Приняты к сведею несколько версий, озвученных потерпевшей. Они подлежат расследованию в соответствии с законом. Проверяются несколько версий, есть несколько имен, фамилий, по сути уже идентифицированные люди, о которых идет речь, но подробностей у нас пока нет. По словам заместителя директора Сен-Жирейской районной больницы Василия Малкача, девочка не была госпитализирована для лечения. Пострадавшая не была госпитализирована. Ей была оказана первая помощь, я ее осмотрел, но затем полиция забрала ее с собой. Я не знаю, куда они отправились. Но серьезных травм не было? Нет, нет. Состояние удовлетворительное. А были ли у нее какие-то повреждения на теле или что-то еще? Ничего не было, насколько я знаю. Ее не госпитализировали. Обследовали в лаборатории, все анализы взяты. Прокуратуре предстоит обратиться с ходатайством в суд о выдаче ордера на арест подозреваемого сроком на 30 дней. Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, за изнасилование предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Полиция сообщила о двух схожих попытках самоубийства, произошедших в один вечер. Речь идет о 16-летних девушках из Старашинского и Чемишлийского районов, принявших большую дозу таблеток. К счастью, обе были спасены и сейчас находятся под наблюдением врачей. В обоих случаях проводятся расследования для установления всех обстоятельств происшествий. По информации правоохранительных органов, в первом случае речь идет о девушке-подростке, проживающей в одном из населенных пунктов Чемишлийского района. Как сообщила пресс-служба полиции Чемишлий, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии после того, как предположительно пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток с истекшим сроком годности из-за размолвки с родными. Скорую помощь вызвал ее друг. Инцидент произошел 16 августа около 9 вечера. 16 августа примерно в 20.50 16-летняя девушка из Чемишлийского района после ссоры с родителями приняла просроченные таблетки, после чего она была доставлена в Чемишлийскую районную больницу. Ее жизнь вне опасности. Примерно в это же время аналогичный случай зарегистрирован в городе Страшены, где девушка пыталась свести счеты с жизнью тем же способом и тоже на фоне ссоры с родителями. На месте полицейские установили, что 16-летняя девушка приняла большое количество таблеток, по предварительным данным, при попытке суицида после ссоры с родителями. Обе девушки находятся сейчас под наблюдением врачей, и их жизни ничто не угрожает. У нее состояние хорошее. Пациент ребенок, и без согласия с родителем мы не можем вам дать никакой информации. По обоим происшествиям заведены уголовные дела для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным Национального инспектората общественной безопасности, в прошлом году в Молдове в среднем ежедневно происходило одно самоубийство и две попытки суицида. И еще об одной предполагаемой попытке суицида. Молодой человек был доставлен в психиатрическую больницу Аргеева после того, как вчера вечером его вытащили из колодца глубиной в 27 метров. По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Аргеевского района. По словам директора специализированного медучреждения, пострадавшему предстоит пройти курс лечения. Почему его доставили в вашу больницу? Потому что у него алкогольный делирий, психическое заболевание. Он должен пройти лечение? Да, ему предстоит курс лечения от хронического алкоголизма. Каково его состояние сейчас? Сейчас он в состоянии психоза. Как уточнили в инспекторате полиции Аргеева, предполагается, что мужчина бросился в колодец, пытаясь покончить с собой. По данному случаю проводятся расследования. Серия анонимных сообщений о минировании сегодня вновь получила продолжение. В письмах, отправленных по электронной почте, содержалось предупреждение о взрывных устройствах в зданиях парламента и премырии столицы, международного аэропорта Кишинева, ряда торговых центров столицы, всех военкоматов, а также в здании исполнительного комитета и народного собрания Гагаузии в городе Камрад. Как сообщили нашему телеканалу в правоохранительных органах, люди были эвакуированы, а прилегающие территории оцеплены. Проверка показала, что тревога оказалась сложной, взрывоопасные предметы не обнаружены. Президент Майя Санду заявила, что если она была бы премьер-министром, то произвела бы некоторые кадровые перестановки в правительстве. Как отметила глава государства, есть министерства, где дела двигаются медленно. И есть министры, которые не общаются с людьми, экономическими агентами или заинтересованными сторонами, связанными с их сферой деятельности. «Я думаю, нужно действовать быстрее», сказала Майя Санду в интервью одному из бельских новостных порталов во время визита на север страны. Пресс-секретарь Наталья Гаврилицы заявила нам, что кадровые изменения будут произведены только после тщательного анализа деятельности каждого из министров. В интервью новостному порталу Nord News президент Майя Санду оценила работу правительства как хорошую, но отметила, что у нее были большие ожидания в отношении некоторых министров. По словам Санду, есть сферы, где дела двигались быстрее, несмотря на ограниченные возможности министерств. А есть министерства, где дела идут медленно. При этом глава государства не уточнила, о каких именно министерствах идет речь. «Думаю, нужно действовать быстрее. Я считаю, что есть министры, которым удается общаться с людьми, и министры, которые не общаются с народом, экономическими агентами или заинтересованными сторонами, связанными с их сферой деятельности. Я тоже была министром. Не сразу поняла, как важно встречаться с людьми и общаться. Во-первых, нужно выслушивать мнение людей. Во-вторых, объяснять им, что вы делаете и почему это вы делаете. Ожидаю, что некоторые министры будут лучше взаимодействовать с гражданами, чем до сих пор». Президент также отметила, что если она была бы премьер-министром, то произвела бы в правительстве некоторые кадровые перестановки. «Это компетенция премьер-министра. Это ее команда, ее ответственность. Когда потребуются перестановки, она объявит об этом. Я бы произвела некоторые перестановки, если была бы премьер-министром». В правительстве нашему телеканалу заявили, что кадровые изменения в кабинете министров будут проведены, но только после тщательного анализа деятельности каждого из министров. Заявление президента не является чем-то новым для правительства. Премьер-министр тоже говорила, что перестановки будут, но в нужное время и после тщательного анализа работы министров. Кто из министров в списке? Естественно, сейчас я не могу вам об этом сказать. В начале июля в отставку был отправлен министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу. На его место назначен Владимир Боля. Как впоследствии заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, отставка Герчу связана с тем, что правительство намерено ускорить реализацию некоторых мер в сельскохозяйственном секторе, подчеркнув, что данная сфера нуждается в новом подходе. Сам Виорел Герчу заявил, что решение об его увольнении было политическим и что с должности его сняли, потому что он выступал против ликвидации аграрного университета и его поглощения другим вузам. Прокуратура ходатайствует о продлении домашнего ареста бывшего президента Молдовы Игоря Дадона. Об этом экс-глава государства написал в соцсетях. По его словам, обвинение не представило доказательств необходимости продления данной меропресечения. Что по этому поводу говорят в Генпрокуратуре, далее в нашем выпуске. Бывший президент Молдовы Игорь Дадон сообщил, что во вторник, 16 августа, его вызвали в прокуратуру по борьбе с коррупцией, где ознакомили с ходатайством о продлении домашнего ареста. Дадон считает безосновательным этот запрос обвинителей, поскольку в нем не содержится, по его словам, ни аргументы, ни доказательства. Вчера был в прокуратуре по борьбе с коррупцией, где меня ознакомили с ходатайством прокурора о продлении мне домашнего ареста. Нет ни единого весомого аргумента, ни единого доказательства в поддержку этого запроса. Очевидно, что из страха Майя Санду и ПДС хотят изолировать меня от общества и оказывать на меня и на моих близких психологическое давление. Не получится, написал Дадон на своей странице в Фейсбук. В ответ на предложение нашего телеканала дать комментарий по этому поводу, офицер Генеральной прокуратуры по связям со СМИ Марианна Керпек сообщила, что сделает это в течение дня, а также предоставит подробности по делу бывшего президента. Мы проинформируем о ходатайстве, опубликуем пресс-релиз, в котором обоснуем и сделанное нами обращение. Пресс-секретарь президента страны Сарины Штифырца отказалась комментировать заявление Дадона. А пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас написала нашему телеканалу в сообщении. «Популистские заявления господина Дадона – это в порядке вещей. Мы не можем комментировать все нелепицы экс-президента». Игорь Дадон был помещен под домашний арест в конце мая. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и содействии финансированию политической партии преступной группой. Экс-президент утверждает, что его дело является политическим, заведенным по указанию президента Молдовы Майя Санду. Свой арест он называет попыткой властей отвлечь внимание населения от проблем в стране. Глава государства, в свою очередь, неоднократно отрицала любое вмешательство в правосудие. Она подчеркивала, что не дает указаний ни прокурорам, ни судьям, но призывает их выполнять свою работу. Исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитро Робу ранее заявлял, что не получает никаких указаний извне и настаивал на том, что прокуроры действуют, руководствуясь исключительно законом. 29 июля апелляционная палата Кишинева отклонила обращение адвокатов Дадона об изменении меры пресечения и частично удовлетворила ходатайство прокуратуры. Акционерное общество «Молдова-Газ» обратилось к «Газпрому» с просьбой об отсрочке авансовых платежей за август и сентябрь текущего года до конца четвертого квартала. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель административного совета компании Вадим Чабан. По его словам, хотя на рей повысило тариф на газ, его размер не покрывает резко возросшую стоимость приобретаемого топлива. В этих обстоятельствах «Молдова-Газ» вынуждена снова просить финансовую помощь у властей или оплату исторических долгов компании «Термоэлектрика» для покрытия кассового разрыва. В своем сообщении в Facebook Вадим Чабан написал, что новые тарифы на газ, утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, не позволяют «Молдова-Газ» выполнять договорные обязательства, прямо и негативно влияют на финансовую жизнедеятельность компании и ставят под угрозу бесперебойные поставки природного газа. В этих обстоятельствах АО «Молдова-Газ» вынуждена в очередной раз просить поддержки правительства в виде прямой государственной помощи или оплаты исторических долгов Акционерного общества «Термоэлектрика» для покрытия кассового разрыва, который сложится в августе-сентябре текущего года, с целью полного покрытия стоимости природного газа, импортированного от основного поставщика. Кроме этого, АО «Молдова-Газ» обратилась к публичному акционерному обществу «Газпром» с просьбой продлить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август-сентябрь текущего года, говорится в сообщении. В правительстве нашему телеканалу сообщили, что к настоящему времени какие-либо запросы от «Молдова-Газ» не поступали. Мои коллеги изучат этот вопрос, когда запрос поступит в правительство, и тогда мы выработаем официальную позицию. Вы понимаете, что это не очень простой запрос, на который можно ответить без предварительного анализа. Надо помнить и иметь в виду, что правительство было с народом прошлой зимой, и, безусловно, будет с народом и в следующий холодный период. В начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике повысило тариф на газ для бытовых потребителей с 18 леев 62 банов до почти 23 леев за кубометр. Вадим Чабан тогда заявил, что новый тариф не покрывает закупочную цену, расходы на транспортировку, поставку и распределение природного газа, и это приведет к дальнейшему накоплению кассового разрыва, который к концу текущего года может превысить почти 4 миллиарда леев и негативно повлиять на деятельность компании. Чабан также отметил, что августовское изменение тарифа не улучшит ситуацию с выполнением платежных обязательств, учитывая, что первые платежи поступят только в сентябре 2022 года. Предприятие «Молдова Газ» предложило повысить тариф до 29 леев 48 банов за кубометр. Сейчас Республика Молдова платит за газ самую высокую цену за всю историю – 1458 долларов за 1000 кубометров. В конце октября прошлого года молдавская делегация и «Газпром» продлили договор на поставку газа на 5 лет. В ноябре закупочная цена для нашей страны составляла 450 долларов за 1000 кубометров. В декабре газ стоил 550 долларов, а в январе текущего года – 646 долларов за 1000 кубометров. Таким образом, всего за полгода природный газ подорожал более чем на 800 долларов. Восемь населенных пунктов на юге страны остались без газа из-за повреждения газопровода. Инцидент произошел во время ремонтных работ на трассе Чума-Джуджулешт и недалеко от села Гречень Когольского района. Как сообщает «Молдова Газ», подрядчикам проекта был поврежден межпоселковый газопровод высокого давления. Как отмечается в сообщении, аварийной бригадой локализована утечка природного газа. Но это привело к временному прекращению его подачи в несколько населенных пунктов. Оперативно завершить ремонтные работы не позволили погодные условия. Сотрудникам компании пришлось откачивать дождевую воду из котлована на месте повреждения газопровода. Подача газа в данные населенные пункты будет возобновлена 17-18 августа, сообщает «Молдова Газ». Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 22.30 на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»